Пара, исполненная чувственного счастья, он и она полностью погружены друг в друга. Созданная в 1907-1908 годах, картина австрийского художника Густава Климта – один из самых знаменитых поцелуев в истории искусства. Эти влюбленные в зрители будут жажда любви, близости. Золотые тона картины окружают сцену любви почти религиозным ореолом, делая похожее на икону. Эту символику каждая эпоха и каждый художник интерпретируют по-своему. Спроецировав картину Климта на разбомбленную стену в Дамаске, сириец Тамам Азам выразил протест против ужасов войны. Современных дизайнеров и модельеров привлекают прежде всего орнаментальные мотивы поцелуя. Густав Климт пользовался уже при жизни признанием и огромной популярностью и мог позволить себе роскошь эксцентричного, скажем так, образа жизни. О том, какие именно личные мотивы он воспроизвел на этой картине, слагаются легенды. Скажем, согласно одной из версий, это автопортрет самого Густава Климта с его возлюбленной, венским модельером Эмилией Флёге. Все подобные истории способствуют культовому статусу картины. В 1988 году истекли 70 лет со дня смерти Густава Климта. Соответственно, истек предусмотренный законом срок действия авторских прав. С этого момента вторичное коммерческое использование мотивов поцелуя достигло небывалого уровня. Фирма Гёбель из Баварии специализируется на производстве всевозможной, прежде всего, фарфоровой сувенирной продукции в дизайне климтовского поцелуя. 50 различных разновидностей изделий производятся предприятиям из Баварии. Они отправляются в 60 стран мира. Цена достигает 1200 евро. На поцелуи мы делаем примерно половину нашего оборота. В год мы производим более 25 тысяч различных фарфоровых изделий, то есть примерно 125 в день. Крупнейшее собрание оригиналов Густава Клинта хранится здесь, в знаменитом музее замка Бельведер в австрийской столице. На втором этаже западного крыла экспонируется главная картина собрания – «Поцелуй». Сам Густав Клинт называл эту картину «влюбленная пара», но вскоре за ней закрепилось название «Поцелуй». В этом полотне много символического. Присмотритесь внимательнее, и вы увидите, что мужчина и женщина как будто парят над бездной на фоне золотого небосклона. Последний символизирует вечность и бесконечное пространство, одновременно пустоту, вакуум. Поцелуй был создан во время так называемого «золотого периода» в творчестве Клинта. При создании картины он использовал настоящее листовое сусальное золото. В общем, неудивительно, что австрийский император лично приобрел у художника картину за сказочные по тем временам 25 тысяч крон и повесил в своем дворце Бельведер. Примерно миллион человек каждый год приходят сюда, чтобы увидеть поцелуй. Чувственное выражение лица женщины возмущало иного блюстителя морали. Наряды влюбленных напоминают античную или византийскую мозаику. Наброски орнаментов Густав Клинт привез из путешествия по Италии. Многие посетители буквально врываются в музей с единственным вопросом – где тут у вас поцелуй? Дальше стремительно маршируют в картине и смотрят только ее одну. К счастью, для большинства поход в музей – это эстетическое наслаждение. Такие люди медленно проходят по залам, смотрят картины, а потом уже долго сидят перед поцелуем, разглядывая его и медитируя. Молодые и немолодые пары замирают перед картиной, кто-то целуется, другие просто подолгу сидят, взявшись за руки. Поцелуй – полная самоотдача и сопротивление. Женщина склоняется перед мужчиной на колени, одновременно обнимая его и как будто отстраняясь. Эта амбивалентная напряженность придает знаменитому полотну незабываемую прелесть. Существуют миллионы, может быть, миллиарды репродукции этой знаменитой картины. Она нравится буквально каждому. И неважно, где, когда и в какой форме создается копия. Если эта копия сделана качественна, то поцелуй – это почти всегда залог успеха. Густав Климт позволил себе рассказать о страсти. Поцелуй – это подлинная икона любви. Художник создал произведение о возвышающей силе страсти, о любви во всем ее многообразии. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok